Микрозаймы по-новому, туризм в штопоре и маски на экспорт, кому Беларусь будет продавать спецсредства. Это большие итоги. Самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Мария Горисович, мы начинаем. Медицина, экономика, образование. Рабочий визит президента Александра Лукашенко на Бобрусскую славянку. Что осталось за кадром? Разбудили среди ночи. Чего не может забыть ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, узнал Максим Кембель. Только у нас эксклюзив уникального очевидца. Майские перемены, пассивная на финише и безопасная радуница. Как пройдет день поминовения усопших во время пандемии? Минздрав рекомендует. Чистота без границ. Бобруйский прошел субботник. Мария Бушкевич тоже подмела улицу. Противостояние гигантов, боби-бум по-шведски и жизнь взаймы. Госдолг США дорос до небывалых 24,5 триллиона долларов. Александр Лукашенко разрешил продавать защитные повязки, перчатки и костюмы на экспорт. Это заявление президент сделал во время рабочего визита на Бобруйскую славянку. С поручением обеспечить белорусов медицинскими масками, заверил глава государства, страна справилась. Всего произведено 3,5 миллионов защитных повязок. Только на славянке карты швия за смену выдают без малого три сотни готовых изделий. Если в формации у тебя полмиллиона запас и где-то в аптеке нет, то эту аптеку надо закрыть, а руководителя посадить. У нас частные аптеки были, имели такую моду. Вот сейчас мы их проверили и писали отношения на Минздрав о том, чтобы вынесли принципиальное решение. Нет, это с завтрашнего дня ты вынесешь на территорию области и каждый губернатор сам. Если ты сочтешь нужным закрыть эту аптеку частную, государственную, завтра они должны быть закрыты. Хорошо, понятно. Никаких согласований. Все, ты эти согласования получил. Я всех предупреждаю. Президент всех предупредил, чтобы было это, это, это и это. И не дай бог мы обнаружим там какие-то вихляния, спекуляции и прочее. Поэтому решайте в области все сами. Ни в каком Минздраву не надо обращаться. Минздраву надо лечить людей. Экономика, образование, сельское хозяйство, медицина. Что осталось за кадром? Большой сюжет по мотивам визита президента совсем скоро. Пока к другим темам. В Кличевском лесхозе запустят производство пилет. Мощность цеха порядка 20 тысяч тонн в год. Экологичное топливо из ЧП и опилок будут продавать Европу. Первая партия сойдет с конвейера уже в начале лета. В Беларуси построят еще пять аналогичных предприятий. По оценкам экспертов, мировой рынок потребления этого вида топлива ежегодно прирастает на треть. Пассивная на финише, майские перемены и безопасная радуница. Чем страна жила на неделе, спросим у моего коллеги Владислава Боева. У него самый подробный обзор громких заголовков. Рюкзак на плечи и бегом в школу. Дети будут учиться 1 мая. Соответствующий указ подписал президент. Вчера провели уроки за 27 апреля. Учащиеся нагоняют программу. Из-за пандемии коронавируса весенние каникулы растянулись на три недели. Новые правила по микрозаймам разработали в Беларуси. Проценты по кредитам ограничили. Максимум 100. Пене теперь может достигать лишь половины выданной суммы. Если одолжили у организации 5000 рублей и просрочили платеж. А штрафовать могут строго до 2500. Изменения коснутся ломбардов. Им разрешили заниматься комиссионной торговлей и хранить вещи. Нормы заработают с понедельника. Горячая пора. Пассивная кампания в Синеокой на финишной прямой. Ранними яровыми засеяли почти 90% площадей. Это без малого 770 тысяч гектаров. Бобруйские аграрии уже высаживают кукурузу. Царица полей раскинется на небывалые 8,5 тысяч гектаров. В СПК также занимаются картошкой. Работают от рассвета до заката. По 12 часов в сутки. До 9 мая по плану мы уже должны завершить СЕВ. И у нас по графику мы влаживаемся. То есть отставаний нет. Во всех сельхозорганизациях имеются в полной потребности семена под план СЕВ. Также готова техника в полном объеме. Топливо также у нас идет централизованно. То есть перебоев по топливу нет. Европарламент одобрил визовое соглашение с Белоруссией. ЕС осталось ратифицировать документ. По прогнозам экспертов, новые правила заработают в июне. Шенген подешевеет с 80 до 35 евро. А бумаги в посольстве будут рассматривать максимум 10 дней. С 1 мая подорожают сигареты. Некоторые марки прибавят сразу 15 копеек. Цены поднимают два отечественных производителя. Гродненская табачная фабрика и столичная компания. Также в продажу поступит несколько новинок. Для клиентов Беларусьбанка изменится комиссия по операциям с картой. За дубликат или замену международного пластика попросят 9 рублей. Срочное оформление подорожает до 25. За просмотр баланса в банкоматах Белогорпромбанка и БПС Бербанка снимут 35 копеек. При этом услуга блокировки подешевеет на пару рублей. Вскоре православные христиане отметят Радуницу. Впервые день памяти усопших пройдет в разгар пандемии. Минздрав призвал белорусов соблюдать меры предосторожности и не подвергать здоровье опасности. Соблюдать социальное дистанцирование, не собираться большими группами. Выезжая на кладбище, даже если находится много людей рядом, то стараться дистанцироваться полтора-два метра. Кладбища заявили в ведомстве, цитата, «никуда не денутся». Самый безопасный способ – провести длинные выходные дома. Тем временем госдолг США взлетел до небес. Бэби-бум по шведски и убытки кинопроизводителей. Моя коллега Кристина Ариян следит за новостями из-за рубежа. Стриминговые сервисы разогнали капитализацию. Netflix сейчас стоит рекордное 187 миллиардов долларов. Котировки взмыли верх на фоне самоизоляции за COVID-19. Компания по этому показателю обогнала Disney. Все подробности в конце больших итогов. Спасибо, мои коллеги Кристина Ариянс и Владислав Боев с обзором громких новостей недели. Мы продолжаем. Александр Лукашенко с официальным визитом посетил Бобруйск. В центре внимания президента оказалась работа швейной фабрики «Славянка». После осмотра цехов глава государства пообщался с коллективом. Заявления президента мигом разошлись на цитаты. Эту поездку обсуждали все центральные СМИ. Вот как это было. 10 утра президентский вертолет приземляется на площадке у Ледового. Главу государства встречает целая делегация. Первый вопрос, который интересует президента – пассивная компания в Могилевской области. Александр Лукашенко настаивает – весенние полевые работы нужно выполнить в срок. Картошку сеешь, топливо есть, удобрения. Ну посмотрим, как ты реализуешь то, чему учил страну несколько лет. Центральный объект рабочего визита Александра Лукашенко – «Славянка». Ранее президент поручил справиться с дефицитом спецсредств и пообещал лично проинспектировать производство. Еще в феврале предприятие бросило все силы на изготовление востребованного товара. Ежедневно здесь выпускается 200 тысяч масок. А еще бахилы, шапочки, защитные костюмы. Видите, уже и модные. Да, и модные. И модные, когда молодежь, именно мелкий микробизнес, он пошел уже в дизайнерские вещи, потому что молодежь это хочет. Вот я к чему говорю, вот начали руки мыть там и прочее. Это будет всегда. Нам надо оставить. В период ОРВИ, ну да, ОРВИ период. Ну, где-то нам надо маски носить. В здравоохранении. Это вот-вот железно будем требовать и настаивать. Врачи всегда должны. Перчатки, маски. В обычный период. Беларусь, по мнению президента, оказалась более подготовленной к борьбе с коронавирусом, чем остальной мир. Глава государства уверен, пандемия стала средством политики. В стране спад сезонных инфекций резкого скачка заболевших не зафиксировано. Задача вертикали власти на местах – сберечь здоровье людей. На сегодняшний день, если взять статистику страны, то из предприятий концерна мы ведем крупные наши предприятия, ежесуточный анализ по производству остатков движений и отгрузок, то это практически 23 крупных предприятия. Хорошо, все понятно. Но ты имею в виду, что у тебя же не только задача маски. Маски – это момент. Вот мы практически по Могилевшине, если судить, насытили масками и медицинскими, и бытовыми этими масками, насытили рынок. Уже нет той остроты. И вот я не знаю, может быть, кто-то мне доложит, есть ли у нас проблемы вообще в стране с этими масками. Но ты должен знать. По маскам в стране вопрос вообще закрытый. И на вчерашний день по фармацеи было сколько на остатки? 1,2 млн числится на остатки на фармацеи. То есть уже полтора миллиона одевать не буду? Ну, не то, что одевать, просто в фармацеи лежат на столе. Резент. Да. В аптеке мы поставили маски. Даже по мониторингу комитета у вас контроля практически все аптеки закрыты, все есть и маски, и дезинфицирующие растворы. Задачи, которые стоят перед регионами, тоже никто не отменял. Президент намекает на экономику. С поручением обеспечить белорусов медицинскими масками страна справилась. Теперь, отмечает Александр Лукашенко, нужно держать курс на экспорт. Как раз во время этого визита президент разрешил продавать популярный товар за рубеж. В каких объемах – решать на местах. Надо нам полмиллиона. Давайте полмиллиона оставим, коль удовлетворили спрос. И будем поставлять 20 тысяч масок. Он полтора миллиона шьет, а ему 20 или полмиллиона. Сколько? Полмиллиона. Он шьет и 20 тысяч расход. Что мы ждем? Пускай продают. Это товар. Это товар, ну, существенный товар. Все продают маски. Посмотрите, Китайская Народная Республика. Ну, я думаю, они уже там миллиард продали этих масок. Поэтому надо производить и продавать. Президент подчеркивает, чрезмерных запасов быть не должно. Но, по мнению белорусского лидера, не стоит забывать и о производстве традиционной продукции. Отшив летней коллекции одежды, здесь временно свернули. А так, славянка знаменита модными хитами. В линейке продукции – пальто, костюмы, школьная форма, спецодежда. Впечатления от фирменного магазина у главы государства – самое положительное. Хвалит качество и материалы. Я узнаю свои модели, которые я требовал лет 10 назад, чтобы они изготовляли. Это же самое любимое маятка. Я жалею, что президент не может носить ее каждый день. К апрелю в этих цехах успели произвести 3,5 миллиона масок. Каждая швея за смену выдает без малого три сотни готовых изделий. Всего в Беларуси отшивается свыше 2 миллионов масок в сутки. Спасибо работницам предприятия за труд, глава государства говорит лично. Просто хочу вас поблагодарить с глаза на глаз за то, что вы делаете для страны. Поверьте, вы делаете не меньше, чем сегодня делают врачи, излечивая наших больных. Если бы не было вашей продукции, нам бы было очень тяжело в клиниках, поликлиниках, больницах и так далее. Поэтому спасибо вам огромное. Готов выслушать все ваши вопросы, критику и претензии. Вопрос на злобу дня – образование. Стоит ли опасаться за безопасность во время пандемии и можно ли отправлять детей в школу? Ответ главы государства категоричный и однозначный – школьники должны учиться. Поводов для паники нет. После затяжных каникул самое время наверстать упущенное. Если кто-то не понял моих требований, вот я хочу, чтобы директора школ меня сегодня услышали, и руководители районных отделов народного образования, кто непосредственно этим занимается, губернатор и министр, которому я поручил, этот вопрос держат на контроле, но, видимо, не удержал. Потихоньку надо в течение недели втягиваться в этот процесс. Что касается студентов, там проще. Они уже знают, чего хотят. Они могут и вообще в университет не ходить, но знают, что экзамены надо сдавать, и что им потом в зависимости от этого образования надо будет жить и трудоустраиваться. Поэтому мы тут помягче к ним подходим, но они потихоньку тоже, где нужно, уже начали работать. Поэтому вот так была поставлена задача – спокойное недельное втягивание в образовательный процесс. Вы сказали об этих гелях, которые вы производите и так далее, что ученикам надо маски, гели в школу носить и так далее. По-моему, вчера какой-то замминистра здравоохранения или образования выступал и очень четко сказал, по-моему, здравоохранение. Сказал, а у нас требований не было, чтобы дети обязательно в масках ходили. Диалог президента и коллектива «Славянки» вышел и душевным, и содержательным. Здравствуйте, Александр Григорьевич Лукашенко. Да, это я Лукашенко. А я думал, это вы Лукашенко. Я швейцеха номер два Елена. 20 лет назад вы были у нас на предприятии. 20? Да. Боже мой, я думал здесь. И за это время город у нас стал лучше, улучшается, процветает. Наше предприятие тоже стало более современным, шьем много всего. Но у меня такая вот задача, даже просьба к вам. Я построила квартиру на 7 микрорайоне, ращу ребенка одна. У меня ребенок ходит в школу, на транспорте ездит, добирается, 4 остановки. Сегодня в школе? Да, сегодня в школе. Я на работу приезжаю очень рано, полседьмого я уже на рабочем месте. Но у нас там нет школы. Я бы хотела, чтобы... Понятно, раз в 4 остановки сын ездит, то надо... Я просто без... У нас нету там на 7 микрорайоне вообще никакой школы. А она нужна, эта школа, для Бобруйска? Она нужна. Для Бобруйска? Да. Понятно. А исходя из численности деток в Бобруйске, это не будет лишней школы? Не, не будет. Он перспективен в новый район, и он только в ту сторону будет развиваться. Что делать тогда со школами, которые останутся у вас там, где не развивается район? Вот этого, чтобы не было. Развивается только сюда. То есть у вас есть острая потребность в школе? Не острая потребность, но уже где-то через год потребность будет. Хорошо. Мы, Леонид Константинович, вы тогда с Игорем Петровичем, он же у вас уполномоченный президентом в Могилевской области, сядьте и посмотрите по-хозяйски. Хорошо. Чтобы не получилось, я говорю так, как у нас произошло в Минске, да и в других городах. Школ хватает, чтобы всех обучить, но где-то в микрорайоне далеко ехать. Получается, эта школа наполовину загружена в центры, а там надо строить школу. Мы там построим. Это опустеет школа. Поэтому, может быть, лучше в такой ситуации и детей, как мы на селе делаем, выделив автобусы, подвозить и так далее. Ну, это надо конкретно решить. Но если надо, и в перспективе запланировано строительство школы в вашем молодежном микрорайоне, ну что ж, доложат, будем думать, что делать с вашей школой. Спустя несколько дней та самая швея второго цеха признается – слегка разволновалась. Не каждый день перед тобой сам Александр Лукашенко. И поясняет – проблема стала ребром, когда потребность в масках выросла. На работу Елена Колесникович стала приходить раньше, а уходить позже. Третьеклассник Даниил добирается со школы и обратно сам. Президент дал высокую оценку нашему труду, что мы шьем марлевые маски, такая же самая высокая оценка, как и медик. У них свое дело спасать людей, а наше сейчас дело – шить защитные маски. Меня лично вдохновил президент, и мне очень хочется дальше трудиться, продолжать шить маски, потому что они нужны народу. Тамару Ткачеву коллеги по цеху прозвали местной звездой. Ее знакомство с главой государства произошло в четвертом цеху. Именно его работу Александр Лукашенко инспектировал в ходе визита. Швея с 40-летним стажем успела рассказать о внуках работе, поностальгировать. Я вижу президента во второй раз. Первый раз он приезжал в 2000 году. Ну, лично я с ним не общалась, но так он в нашем цеху. Именно президент присутствовал. Мне понравилось общаться с президентом. Президент убежден – в течение месяца мировая экономика вернется к работе. Александр Лукашенко констатирует – Европа начинает открываться. Тоже относится к России. Главное – не паниковать и умело фильтровать информацию. Впечатления прекрасные. Президент ответил на все наши вопросы. Развернуто. Очень приятный, общительный. Разговаривал с нами, как будто нас знает уже очень давно. Встреча с главой государства мне очень понравилась. Он шутил, он отвечал искренне. Я очень горжусь тем, что я оказалась в первых рядах. И помогаю медикам, помогаю медперсоналу защитными средствами, масками, комбинезонами. Глава государства остался доволен увиденным на производстве. Задача фабрики – не сбавлять обороты. В самом конце встречи президента пригласили на юбилей предприятия. Столетие Славянка отметит через 10 лет. Разрешите вас, нашего президента, пригласить на 100-летний юбилей предприятия. Ты сказал сегодня. Сегодня 90. А, 100 на 100. Даже если на пенсии буду, приеду. Мария Бересневич, Андрей Богдан. Итоги недели. Минздрав на неделе публиковал список инфекций, имея дело с которыми врачи получат отбавки. Ранее стал известен размер материальной компенсации. Цифра варьируется от 300 рублей до 4000. Списк ведомства, кроме COVID-19, ближневосточный респираторный синдром, холера, чума, лихорадка, эбола. С момента первого заражения COVID-19 и впрямь перевернул мир. В США проходят массовые протесты. В Европе тестируют вакцину. Чехия открывает границы. Белорусы сдают плазму. Моя коллега Мария Бушкевич собрала все, что известно к этой минуте. Почти 3 миллиона зараженных коронавирусом по всему миру. В фаворитах по-прежнему США. На эту страну приходится треть заболевших. Люди, несмотря на карантин, выходят на улицы. Волна протестов поставила на уши 24 штата. Медики призывают американцев одуматься и разойтись по домам. Здесь мы в гораздо большей безопасности, чем домов, заперти. В этом весь смысл. Откройте пляжи, откройте парки, выпустите людей из своих домов, дайте людям вернуться к работе. Страны Европы постепенно снимают ограничения. В Нидерландах премьер-министр открыл школы и детские сады. По Франции мальчики и девочки снова сели за парты. Совет министров Испании заявил, что пик эпидемии пройден. Карантинные меры в королевстве были одними из самых строгих в ЕС. Дети до 14 лет смогут с 26 апреля ходить на прогулки с родителями. Соответствующий указ будет издан в конце этой недели. Тогда и будут озвучены подробные условия для таких прогулок. Милан также сигнализирует, заболеваемость снижается. Персонал отделения интенсивной терапии в больнице Негуарда отправили в заслуженный отпуск. Мы вышли на стабильную ситуацию. Наконец произошел поворот, который позволил нам постепенно перемещать пациентов из палат интенсивной терапии в другие, которые у нас есть. Таким образом мы смогли, наконец, разгрузить самую большую реанимационную станцию. Но мы должны быть готовы к возврату чрезвычайной ситуации. Германия и Великобритания тестируют вакцину от нового типа COVID-19. Федеральный институт в Берлине проводит клинические испытания. Спасительную формулу разрабатывает группа ученых из Оксфорда. Лекарство может увидеть мир в сентябре. Никогда нельзя полностью исключать риск. Но в таких делах нужно верить и понимать, что медики проделали большую работу. То, что мы делаем, важно. Лично я уверена в эффективности этой вакцины, поскольку она основана на технологии, которую мы уже успешно применяли ранее. В некоторых случаях это был революционный прорыв. В Беларуси выздоровевшие от коронавируса стали сдавать плазму. Ценным компонентом с антителами поделились жители Минска и Витебска. Доноры пожертвовали по 600 мл. Такой метод использовали врачи во время эпидемии в Китае. Состояние больных улучшилось в течение трех дней. Положительная практика. Порядка 66%. То есть вот 9 пациентов, это данные на вчера, 9 пациентов. Мы ввели плазму выздоровевших людей и 6 пациентов действительно пошли на поправку. В национальном аэропорту Минск температуру пассажиров теперь измеряют робот. Гаджет подарил резидент Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». Уверен, что этот прибор будет помогать международному аэропорту повысить эффективность в эти дни. Тем временем в третьей поликлинике Бобруйска пациентов начали принимать онлайн. Теперь никаких очередей и споров. За день специалистам колл-центра поступает свыше 3,5 тысяч звонков. А посещаемость сайта выросла аж 8 раз. Скажите, пожалуйста, могу ли я указать выпуск в клубе женщинских документов в городе Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». А скажите, адрес ваш? Чтобы написать или позвонить врачу, нужно знать номер своего участка. Список с номерами телефонов специалиста можно найти в регистратуре, на сайте поликлиники или в приложении «Любимый город». Для связи с участковым пациенты используют мессенджеры, вайберы, ватса. В связи с эпид-ситуацией на всей нашей, скажем так, планете, это намного упростило контакт пациента и медицинского работника. Минимизация контактов и дистанция наряду с защитными масками и антисептиками. Если вопрос решается одним кликом или звонком, лучше и впрямь никуда не ходить. Мария Бушкевич, Максим Галионко. Итоги недели. Сегодня 34-я годовщина аварии на ЧАЭС – крупнейшие техногенные катастрофы человечества. Эхо трагедии услышал весь мир. Каждый год сотни ликвидаторов с ужасом вспоминают весну 86-го. Между тем, без малого 20 миллиардов страна потратила на преодоление последствий Чернобыля. Такова стоимость госпрограмм за все годы. Мой коллега Максим Кембель встретился с очевидцем кошмара. Это его первое интервью на телевидении. Ну, это вы ПЧА-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв внутри, на лавном корпусе, 3-й, 4-й, между 3-й и 4-м. А там люди есть? Все, поднимай на от состав. У нас постигла беда. Авария на Чабульской атомной электростанции. Сами мы того не понимали, что на самом деле еще по большому счету происходило. Это сейчас уже по истечении вот этого времени, какую страшную беду привез, принес Чернобыль. Май 1986-го. Ночной звонок. Мужской голос потребовал срочно приехать в военкомат Бобруйска. Бригаду Юрия Андреевского включили в Борисовский химический батальон. Мы были направлены или отправились на автомобилях специальных в Мангелевскую область. Сам Чернобыль, я же говорю, что, ну, к счастью, к большому счастью, то, что испытали ребята, которые там находились, нам не забывали. Дозиметры и защитные химкостюмы. За время, проведенное в Чериковском и Климическом районах, по словам Юрия, местных жителей терзал лишь один вопрос. Кто вы такие? А тогда, в общем-то, мы работали, так сказать, в штатном режиме. Я был командиром взвода, так как закончил Белорусский технологический институт. Было присвоено звание лейтенанта. И вот я командовал взводом. Вот в деревнях, в основном, у меня отложилось в голове, это деревня Щудяны, Веплин, Малиновка. На протяжении, как я говорил, уже полугода мы там обрабатывали, будем так говорить, участки, огороды, территорию детских садов, магазинов, фельдшерских пунктов. Снимали дерн, после этого вывозили его в места захоронения. Авария на Чернобыльской АЭС стала самой крупной техногенной катастрофой в истории Советского Союза. Ее ликвидировали 600 тысяч человек. Некогда самый молодой город страны Советов вмиг стал необитаемым островом. Последствия ЧП прошлого века специалисты со всей планеты устраняют до сих пор. Катастрофа стерла с карты Беларуси 485 деревень. Погубила десятки тысяч жизней. Сегодня в Бобруйске проживает 566 пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Спустя 34 года Юрий Андреевский мечтает вновь побывать в тех местах Могилевщины. Но волей судьбы свидание раз за разом откладывается. Сегодня я вспоминаю этот день как день памяти с теми ребятами, с которыми мне пришлось работать. Многих уже, к сожалению, нет в живых. Ну а те, кто остался, мы не хочу сказать, что регулярно, но стараемся и по работе, и вот чисто по-домашнему собираться в эти дни и вспоминать все прошедшие истории, которые в памяти стоят перед глазами. Страна не забывает своих героев. На этой неделе памятные мероприятия прошли во многих городах Синьогой. В Минске и Витебске бойцы МЧС и МВД почтили память о служивцах, которые, рискуя жизнями, защищали будущее всего мира. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. 9 миллионов белорусских рублей собрал вчерашний субботник. Госорганы и местный вертикаль провели его на работе. Преображали скверы, парки, дворы, исторические памятники. Половина заработанных денег, как сообщается, останется в облсполкомах. Остальные перечислят в Минфин. В Бавровской главными площадками Марафета стали ледовая детская больница Луковая гора, детсад 7 микрорайоне. Мария Бушкевич подробнее. Бассейн, теплые стены и подземный хозблок. В 7 микрорайоне строят детский сад. Ежедневно на объекте трудятся свыше 60 специалистов. Выкладываются по полной, работают в две смены. Сегодня им помогает городское руководство и депутатский корпус. Темпы закладки монолитных полов задает председатель Бавровского горисполкома. Жители города вышли на этот субботник. Они вышли сознательно, понимая о том, что в любом случае при всех тех невзгодах, которые имеются, мы должны всегда сплоченно выполнять все поставленные задачи, которые стоят перед нами, перед горожанами, перед жителями города. И когда мы все вместе сплоченно, я уверен, что никакие хвори, никакие заразы нам не страшны. Здание в 3000 квадратных метров вместит без малого 2,5 сотни малышей. Красную ленточку планируют перерезать уже в ноябре. Тем временем активисты Союза молодежи наводили марафет в ландшафтном заказнике. Убирали пластиковые бутылки и прочий бытовой мусор. Около 60 добровольцев прошерстили Луковую гору сплошь и рядом. Откликнулись, конечно же, у нас все добродушные, ну и Союз молодежи всегда поддерживает. И сами активисты, они сами выходят с таким позывом, что когда чем сидеть дома на диване, то лучше я выйду, помогу людям. Возле детской больницы выровняли почву и посеяли траву. Мы видим, что достаточно хорошие темпы идут строительство. Ну и та работа сегодняшняя, та вот лепта, которая будет вложена, она позволит еще быстрее ускорить ввод данного учреждения. Традиционно проводится республиканский субботник, и это символично, что в этом году он проводится накануне 1 мая. Сегодня я праздную свое 35-летие. Для меня очень знаково, что это проходит республиканский субботник. Обновленная клиника распахнет двери для маленьких пациентов этим летом. Рядом с Людовым дворцом выросла целая аллея грабов. Инструктаж перед посадкой, и вот уже работа спорится. Откуда ни возьмись, прилетел аист. Птица наблюдала за людьми до последнего. Высадили около 500 деревьев. Порядка 40 человек. Мы работаем все совместно на субботнике. Эмоции нормальные, несмотря на то, что есть небольшой дождик. Поэтому я думаю, что мы все поработаем в удовольствие. Хорошее дело мы сегодня делаем в рамках субботника. Парк посадим. Надеюсь, лет через 20-30 гуляют с внуками. Если будете вспомнить и рассказать дедушке, внукам об этом хорошем событии сегодняшнем. Субботник объединил всех от мала до велика. За день благоустроили скверы, парки, улицы и детские оздоровительные лагеря. А горожане выходили во двор, высаживали цветы возле подъездов и на детских площадках. Накануне в городском парке установили бронзовое дерево и лавочку, украшенную пятиконечной звездой. Бобруськ заиграл новыми красками. Мария Бушкевич, Мария Бересневич, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Прогнозы Икеи, нефть, минусы и куда катится туризм в условиях пандемии. Рабочие места могут потерять большую половину персонала. Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Американский рынок нефти в понедельник пережил крах. Впервые в истории цена фьючерса на эталонный сорт WTI упала ниже нуля. Обвал на 300% произошел всего за день. На неделе баррель стоил минус 38 долларов. Экономисты объяснили фиаско заполненностью хранилищ. Цифра приблизилась к 70%. При этом уровень выше 80% считается технологически опасным. Тех, у кого на руках контракты, ждет долгий мучительный поиск новых складов. В противном случае производителям придется доплачивать за сырье. Госдолг США достиг небывалой величины. Теперь он составляет 24,5 триллиона долларов. С начала года сумма внешних займов штатов увеличилась на 1,5 триллиона. В немалой степени поспособствовали этому меры по борьбе с пандемией. В конце марта Дональд Трамп подписал закон о стимулировании экономики на 2 триллиона долларов. А во вторник Сенат Конгресса одобрил очередной пакет мер почти на 500 миллиардов. Эксперты предупреждают о серьезных рисках для американской экономики. А расходы федерального бюджета в этом году на 4 триллиона превысят доходы. Netflix теперь дороже Disney. Еще в пятницу на биржевых торгах цена акций стримингового сервиса выросла на 3%, до 426 долларов. Рыночная капитализация платформы достигла отметки в 187,5 миллиардов. При этом стоимость одного из крупнейших конгломератов индустрии развлечений – 186 миллиардов. Рекордную прибыль компании-экономисты объяснили коронавирусом. Пандемия вынудила людей оставаться дома и развлекать себя просмотром фильмов и сериалов. Цены бумаги Disney, напротив, провалились. Акции потеряли 2,5%. Корпорация прекращает выплачивать зарплату сотрудникам. Таким образом, бренд планирует сэкономить около 500 миллионов долларов в месяц. IKEA прогнозирует бэби-бум спустя 9 месяцев после начала карантина. Практика прошлых кризисов, уверены в компании, доказала потрясения сопровождаются взрывом рождаемости. В течение 7-8 месяцев компания намерена нарастить складские запасы детских товаров. После введения изоляции IKEA зафиксировала рост спроса на столовые приборы, кухонное оборудование и дешевую офисную мебель. Онлайн-продажи выросли от 2 до 10 раз. Компания на неделе решила поддержать людей в изоляции и выложила в открытый доступ легендарный рецепт фирменных фрикаделек. Они продаются в магазинах бренда и уже давно стали бестселлером. Теряет прибыль мировой туризм из-за пандемии COVID-19 доходы могут сократиться на полмиллиарда долларов. Карантин в странах остановил прирост иностранных туристов. В этом году количество путешественников может снизиться на 30%. Лидеры большой двадцатки договорились поддержать сферу туризма. Отрасль стала наиболее пострадавшей в условиях пандемии. За год простое предрекают аналитики. Индустрия может потерять до 75 миллионов рабочих мест. По предварительным оценкам сокращение международного туризма может достигнуть 45%, а чуть позже вырасти до 70%. Таким уходящие семь дней вы видели корреспонденты по выпуск 360 и я Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин